открытый диалог с александром непомнящим наши фью продолжает очередная встреча с александром непомнящим здравствуйте александр добрый день у нас сегодня много есть о чем поговорить но начнем мы наверное с представительниц хомостанов американском конгрессе давайте с этого и начнем да 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 мы начинали об этом говорить еще несколько недель назад когда вообще появилась впервые информация о том что рашид лаеб ильхан амар представительницы американского конгресса увы решили собраться в израиль точнее не в израиль конечно же израиля не бойкотируют в автономию но попасть в автономию не по не через израиль невозможно и весь мир ну на самом деле не весь мир а евреи в израиле и жители америки с интересом стали наблюдать пустит израиль или нет этих двух красоток поскольку в израиле существует закон о том что те кто поддерживают бойкот израиля в израиль не впускаются разумный закон на самом деле но бывают разные ситуации мы понимаем поэтому может быть ситуация при которой премьер-министр правительство может разрешить особым образом вот таким вот персонажем побывать проехать на территорию израиль и израиль получил обращение целого ряда сенаторов и конгрессменов и конгресс ломан которые говорили что дайте проехать этим двум представителям демократической партии израиль потому что так будет правильнее лучше мы знаем что есть очень много прекрасно душных людей которые говорят ну как же не дать им поехать посмотреть вот они приедут и сами убедятся говорили наши наивные добрые друзья в том числе даже из демпартии наверное которые в общем действительно верят что вот час ильхан амар и рашид тлаев которые до этого не знали что такое израиль и думали что такое ища диада вот они приедут увидят и тут же скажут ой да мы передумали конечно же израиль замечательное место где нет никакого не апартеида не геноцида разумеется но если не считать только у терактов против евреев и никаких притеснений если не говорить о том что евреев разрешает молиться самом святом месте и так далее я полагаю что натаньял склонялся именно к такому подходу просто зная натаньял его под его как бы убедение ситуации то как он решает вопросы мы знаем что он не любит идти на конфронтацию и он предпочел бы чтобы они приехали они бы конечно бы открыли здесь свои грязные рты они бы сказали какую-то гадостный израиль и конечно бы не ни в каком месте бы даже не признались что они не видят того о чем они говорят но в общем для многих людей как бы немножко отстраненных наблюдающих за этим со стороны наверное это было бы да действительно какой-то странный апартеид в израиле если вот израильтяне так радушно предложили проехать посмотреть и так с этим не рашид не сумели продемонстрировать скальпы замученных умученных младенцев арабских и так далее но тут и наоборот если бы не пропустим то будет много всякого такого брожения все будет говорить ах этот израиль вот он ему есть что открывать будет говорить некоторые наивные люди и будут говорить ах израиль он наверное он поступил неправильно так не поступают по-настоящему уверенные в себе и тогда и я думаю как я уже сказал что натаньял склонялся к тому чтобы пропустить их но тут трамп публично сказал хорошо бы если бы израиль не пропустил бы этих двух дамочек к себе и в общем израиль оказался в ситуации в которой ну вот как трампу отказать в этом после иерусалима и после голланд и после того как он выгнал из вашингтона представителей опы и после того как он урезал деньги арабам и те которые идут на террор против евреев и после всего того что он сделал понятно что это конечно была просьба по сути дела втягивающая израиль в в американскую политику с другой стороны израиль сам того не желая был уже давно втянут демократами в американскую политику потому что сегодня если раньше мы знали что есть вопросы в которых республиканцы демократы различают различаются но то они собственно и две конкурирующие партии но в отношении к израилю и те и другие всегда по крайней мере публично говорили что они поддерживают израиль и мы знаем что демократы все больше и больше точнее все откровение откровения отказываются от этого все чаще и чаще они упрекают израиль гораздо больше чем защищают и в то время как наоборот республиканцы становятся активными защитниками израиля и конечно же в такой ситуации когда трамп публично просит в общем то у израиля и у натаньял при всех его соображениях степени свободы не осталось и министр внутренних дел ария дерри сказал что он воспользуется законом этих двух красоток не пропустит а натаньял который мог своим решением отменить решение министра внутренних дел сказал что он присоединяется к решению министра внутренних дел и конечно же совершенно естественно что двух дам которые непрерывно клевещут на израиль высказывают абсолютно антисемитские заявления и обвиняют израиль совершенно невероятных вещах и поддерживают главное поддерживают бойкот израиль то есть на прямую нарушают израильский закон конечно пропускать их мы не можем ну и тут же конечно левые которые уже начали с момента с момента твита трампа уже понимали к чему все идет подняли в невероятную истерику в израиле в сша а как так можно это же совершенно демократично это ужасно некрасиво как же теперь они попадут в израиль вот они не узнают теперь какой замечательный израиль поют те которые говорят что не наши друзья и израиль разрывает отношения с америка поют те которые хотели бы чтобы израиль америка не дружили бы так было бы проще прогибать израиль но пока у них этого не И Нэнси Пелоси разрыдалась и сказала, что это так неправильно, и что Израиль портит отношения со своими друзьями-демократами. На самом деле, я больше чем уверен, что в глубине души Нэнси Пелоси хихикала от радости и подпрыгивала на своем стуле, потому что ей эти клоунессы, еще вместе с Акасио, приносят гораздо больше неприятностей, чем кому бы то ни было. Потому что они говорят гадости об Израиле, это троицы. Так говорят. Про нас много кто говорит гадости. Если не может дотянуться до нас ракетами, так нам и дела нет. А у Нэнси Пелоси партия просто превращена в какой-то клоунский цирк. И Нэнси Пелоси при всех своих недостатках все-таки старалась, чтобы ее демократическая партия была конкурентоспособной, чтобы она обладала какими-то ценностями в глазах нормальных, меняемых американцев и могла старинноваться, конкурировать на выбор. А эти три девицы постоянно высказывают какие-нибудь вещи, после которых человек с минимальным мыслительным аппаратом просто говорит, ой-ой-ой, подальше от них, как бы я там не любил бы Трампа, и как бы я не боялся республиканцев, и как бы я не... Ну это же просто сумасшедший дом. То есть когда ты выбираешь между политиком, которого ты не любишь, и сумасшедшими, от которых можно знать чего угодно, типа Акасио с ее программой озеленения американской экономики, понятно все. И поэтому Нэнси Пелоси, наверное, очень не любит эту троицу. И тут, когда им, так сказать, щелкнули и щелкнули по носу, я думаю, что она в глубине души страшно радовалась. Но, конечно же, она не пропустила возможность ткнуть Израиль, потому что в данном случае она не столько обижала Израиль, критиковала Израиль, сколько Трампу шпильку вставляла, поскольку вот какой плохой Трамп, говорила она, что вот он вносит американскую политику в наши отношения с Израилем, а Израиль, мол, поддался, повелся на это, а вот будут выборы, а вот не будет Трампа, вот вы тогда узнаете. Ничего, переживем. И будем надеяться, во-первых, что Трамп будет после 2020 года, а потом будет не Трамп, но будет кто-нибудь из его же команды. Ну и, кроме того, конечно же, переживем это. И действительно, на самом деле, Натаньяу заметил, что, ребята, да у нас на прошлой неделе, вот на прошлой неделе действительно меня спрашивали, тогда даже было еще не в курсе, 70 конгрессменов приехали в Израиль, и демократов, и республиканцев, там наверняка были и друзья Израиля, и совсем не друзья Израиля. Они приехали, их встречали как гостей, потому что действительно Израиль все время подчеркивает, что Америка наш самый лучший друг. И, конечно же, мы с уважением относимся к тем, кто был избран в Конгресс и в Сенат. Это избранник американского народа. Американский народ нам друг, и даже если вы избрали каких-то людей, которых нам, может быть, не очень и не нам нравится, мы их все равно будем принимать как дорогие гости. Это то, что было на прошлой неделе. Но эти клоунессы, при том, что их, в общем, получается, как бы избрал американский народ, хотя это, конечно, большой вопрос, какая часть американского народа избрала этих клоунесс, но, тем не менее, в общем, Сандерс, конечно же, сказал, что пусть теперь Израиль не берет нашу помощь. Какая связь между тем, что не пустили двух этих самых злобных ведьмочек и деньгами, которые Америка выделяет на совместные оборонные проекты с Израилем, а потом получает их огромные дивиденды, потому что на эти деньги разрабатываются вещи, которые потом Америка сама использует, военная технология, не говоря уже о политическом влиянии на Ближнем Востоке и всем остальном. Ну, что с Сандерса опять же взять? Обидно, что еврейские организации трусливо отказались одобрить решение правительства Израиля даже после того, как посол Израиля в США Роан Дрэмер выступил и объяснил позицию и напомнил про конгрессмена других, которых Израиль принимает, и подчеркнул, что для Израиля нет более дорогих и уважаемых представителей иностранных политиков, чем представители Сената и Конгресса американского. Но, тем не менее, есть ситуации, в которых мы не хотим их видеть. Израильские левые, конечно, тоже винят Натаньяу, что Натаньяу разорвал отношения с Америка. Мы эти песни, точнее эти рыдания, эти стенания помним еще во времена Обамы, как они плакали тогда, что отказывая Обаме, когда Обама говорил, ну что вам стоит, ну прыгните с десятого этажа, ну прыгните с десятого этажа, а вдруг получится, а вдруг вы разобьетесь, пролетев эти десять этажей. Мы говорили, Обамы подталкивали. Натаньяу как бы уходил, огибался, говорю, да, мы подумаем над этим, мы обязательно это сделаем, давайте только пусть вместе, пусть сначала обумазано, а потом мы сразу за ним. И вот так мы и так с десятого этажа не прыгнули, и отношения с Америкой не испортились, как нам обещали, что вот все разорвется, все отношения не разорвались, так что, видимо, не так все это было страшно. Тем более, что Израиль сделал еще такой вход. Он сказал, у Рашид Лаев есть, как она утверждает, 90-летняя бабка, которая живет в одной деревне в Самарии. И Рашид Лаев говорила, что это для нее вот такая важная поездка, увидеть родную бабушку, она так уже, видимо, купилась большую красную шапочку, на деклад пирожков, и собиралась к этой бабушке заглянуть. Израиль сказал, знаете что, мы все-таки на самом деле гуманное государство, закон законом, но если Рашид Лаев скажет, что она хочет увидеть свою бабушку, и она нам напишет бумагу, что она обязуется не открывать свой поганый грязный рот, так не было написано, это я добавляю, и говорить о, призывать бойкоту Израиля, так было написано, то мы, пожалуй, ее из гуманитарных соображений пропустим. И Рашид Лаев сначала, поскольку, в общем, мозгов у нее немного, и она просчитать два хода вперед, видимо, не очень умеет, она эту бумагу подписала и сказала, да, значит, там что-то, я обязуюсь вести себя хорошо, я буду хорошей красной шапочкой, буду носить красную шапочку, нести пирожки, и только вот родную бабушку, 90-летнюю, должна увидеть, пока она не отправилась туда, вот, служить гурьями, видимо, в мусульманский рай. Она подписала это, и тут же, конечно, подверглась астракизму со стороны своих сторонников, которые хотели экшена, которые начали говорить, а зачем ты вообще-то оттащишься тогда, если не будет экшена, если не будешь говорить гадости про Израиль, если ты не будешь показывать трупики убиенных младенцев, замученных израильскими солдатами, размазывать слезы по лицу, зачем ты вообще-то тогда нужна нам? Тогда ты будешь нашей предательницей. Рашид Лаев, конечно, испугалась и сказала, что бабушку она видеть не хочет. Ну, Израиль сказал, не хотите и не хотите. Министр внутренних дел Ариедели сказал, ну, если ненависть к Израилю перевесила любовь к бабушке, то что уж мы тут можем сделать? Кстати сказать, параллельно вот со всем этим, на самом деле, это немножко другая тема, но в последние дни очень активизировался террор. То есть мы, на самом деле, в последние месяцы, даже год, может быть, больше, полутора года, в общем-то, уровень террора не был высоким. И сейчас одно за другим. То какие-то малолетние бандиты с ножами бросаются на полицейских, то сегодня на машине пытался задавить пару брата и сестру, стоящих на остановке в Гушиционе. До этого еще один теракт. Снова полетели эти зажигательные шары из газа. Снова какие-то банды прерываются из газа. И более или менее понятно, что это все не просто так. Не то, что жара израильская ударила в голову террористам. Это Иран мутит воду, Иран раскручивает. И вот сегодня, буквально за несколько минут до начала нашей передачи, была запущена из газа в сторону Израиля ракета. Эту ракету удачно сбила наша система противоракетной обороны. И кто-то из шутников уже в фейсбуке написал, что это Рашид Лай пыталась пробраться к своей бабке. Но вот не удалось ей. Так или иначе, эта эпопея закончилась. Конечно, я думаю, еще несколько дней левые в Израиле и в США будут размазывать слезы и сопли по лицу и говорить, что Израиль совсем утратил чувство гуманизма и не пропустил этих двух прекрасных, замечательных, добрых девушек на свою территорию. Ну а потом все забудут и двух Клоу-Нест лишили возможности устроить очередное шоу. Им, конечно, это будет обидно, но в конце концов, я думаю, справедливость исторжествовала и я очень этому рад. Замечательно. Ну и теперь давайте перейдем. Я на всякий случай напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, то, пожалуйста, звоните и задавайте. А ООН заинтересовалась антисемитизмом Махмуда Аббаса. Вот если можно... Да, тоже на этой неделе очень забавная и очень интересная тема. Ведь как обычно в ООН все происходит, особенно в этих комиссиях по правам человека. Там зачитывают какую-нибудь очередную писульку против Израиля, говорят, злобные израильтяне угнетают пингвинов. Почему пингвинов, неизвестно. Угнетают пингвинов, там люк угнетают или что-нибудь еще такое страшное сделать. И все автоматически подписывают и возникает очередная резолюция, которую он вводит, просто штампует как на конвейере. А государство Палестина такого... Это, конечно, как государство, я не знаю, как государство Нарния, как Хабитания какая-то. Но вот есть она на бумаге государство Палестина. Имеется в виду, конечно, не Израиль, который находится в Палестине, если по-европейски говорить, а имеется в виду Ромальское ОПГ под руководством Ахмуда Аббаса, который вокруг Ромалы там сидит. Так вот, его приняли в свое время в ООН, и он время от времени там тоже что-то такое булькает, но они же... Как бы он... Что могло сделать этому государству, которое не существует на самом деле? Что ООН могло... Как оно могло его еще возвести? Оно ему дало возможность подписать всякие международные декларации. Типа там подписаны такие страны, как США, допустим, Бразилия, реальные большие страны, Израиль маленький, и государство Палестин. Вот. И, конечно, они подписывали радостно все, что только им давали подписать, особенно не читая мелкими буквами, что же там написано. И подписали они штук 10, 9 говорят, резолюции о защите прав человека, о борьбе с антисемитизмом, ну, в общем, все красивые слова. Конечно же, они никогда не задумывались над тем, что они подписаны. И уж, конечно, никогда не думали, что кто-то их на это начнет жучить, потому что в те времена, когда Обама рулил Америкой, и, соответственно, ООН могло поливать грязью Израиль, как ему заборлагорассудится, как случается при демократах нынешних. Конечно же, никто их не спрашивал. А вот вы там подписали, что антисемитизм — это плохо, и ксенофобия плохо, и вообще женщины права надо уважать немножко, иногда хотя бы. Вот другие страны, они не уважают, так они не подписали, вы подписали, вы там соблюдаете их. Но никто таких вопросов не задавал. Они, по идее, должны были сдавать отчеты, подписав эти декларации. Но, конечно, подписав это все в каком-то там в середине десятых годов или даже я вот тут смотрю, в начале 2000-х годов, они, конечно же, никаких отчетов не сдавали. И сейчас ситуация изменилась. В Вашингтоне другая администрация. И кто-то, видимо, сказал, давайте-ка мы проверим, чего там они наподписывали и как они отвечают за свои подписанные слова. Их стали подпинывать. Давайте доклады. Те готовили доклады очень долго, собственно. Вот 17-18 года. Но, наконец, в марте 19-го года они какие-то там писульки написали. Конечно, эти писульки заглядываешь, там сплошное очернение Израиля. Там Израиль расист, Израиль то, Израиль все. Про них, про самих они ничего не написали. Но израильские, точнее, международные еврейские правозащитные организации, скажем так, произраильские организации, которые научились этому птичьему языку про правозащитническую. И стали и главное теперь, кроме того, что они учились этому языку и составили правильные запросы, теперь в этих организациях ООНовских сидят правильные люди, потому что не только в Америке изменился климат. В Бразилии тоже пришло правительство вменяемых разумных людей, которые говорят, наоборот, Израиль же хороший, а вот эти все сумасшедшие, они просто какие-то кровожадные людоеды. И их представитель, и раньше Бразилия, конечно, в жизни этим не стала заниматься. А тут бразильская представительница взяла документы, отчеты, которые предоставили произраильские организации, про то, как нарушаются права человека в автономии, права женщин, права диссидентов местных, про то, каким махровым антисемитизмом дышит каждая страница учебников, которые они составили на европейские и американские деньги. А там даже доказывать ничего не надо, потому что ты открываешь этот учебник, даже если на арабском не читаешь, ты картинки смотришь и сразу понимаешь, что это классический дэрштурм, что это не критика Израиля, как пытаются иногда защитить какую-нибудь Рашид Лайб или Омар-Эльхан, а это самое, что на есть махровый, кондовый, средневековый антисемитизм, где евреи объявляются не людьми по определению, не только израильтяне и не только поселенцы уж, конечно, а просто вообще все евреи. И там доказывать ничего не надо. И вот представительница Бразилии, а потом еще представитель Южной Кореи, стал задавать эти неудобные вопросы представителю государства Палестины, который заседает в этой комиссии по правам человека. А тот бедняга растерялся, он совершенно не ожидал, он думал опять будем ругать Израиль, а тут, понимаешь, ему задают какие-то вопросы. И он прямо, ну, у него другого текста не было, он читал по тексту, а по тексту было все про Израиль. Ему говорят, да мы поняли, поняли про Израиль, вы про себя-то расскажите. И, конечно, рассказать про себя он не мог. Он опять читал про Израиль, ему опять говорили, вы про себя немножко расскажите, как вы отвечаете. Вот вам учебник, это ваш учебник, у Дательца, наш учебник, а вот это ваши картинки, ваши картины. Наивно так спрашивают, а почему у вас в газетах используются карикатуры с Дэрштурмом? Вы, типа, не знаете, что ли, что за такие вещи тут некоторое время назад повесили некоторых особо активных немцев? В общем, представители государства Палестины были немножко испуганы и расстелены про Израильские правозащитные организации говорят, что это беспроцедентно. Такого еще никогда не было. Явно климат меняется. Но ООН организация бюрократическая и долгая. То есть им сказали, ну, ребята, что-то ваши объяснения как-то не прокатывают, вы нам напишите что-нибудь, чтобы мы потом могли рассмотреть. И вот заключительные замечания, они к концу месяца. То есть понятно, что больше вероятность того, что все это спустится на тормоза. Но, может быть, кто знает, теперь все меняется, все по-другому. И, может быть, к концу месяца мы услышим, увидим, станем зрителями второй части этого Морализонского балета, когда представители государства Палестины будут даже вдруг осуждены за антисемитизм в своей образовательной программе, за притеснение прав женщин, домосексуалистов и так далее. Посмотрим, посмотрим, все меняется, мир меняется, и, безусловно, время Трампа приносит нам совершенно удивительные возвращения к здравому смыслу. А в это время внучка покойного Ицхака Рабина Ноа Ротман встречается, обнимается с Абу Мазаном под Румалой. Да, да, безусловно. И самое главное, ведь, самое главное тут вот что, когда израильские разумные люди говорят, господи, что же это такое? Ну, что, что, что она там забыла? Ну, хорошо, ты представительница левой партии, ты за все хорошее против всего плохого, ну, зачем ты лезешь обниматься с Абу Мазаном? Он же террорист, он убийца, он подстрекатель, он антисемит, он выдает пенсии и награды тем, кто убил евреев. Кто убил евреев больше, он тем больше денег дает. И Америка уже перестала им платить из-за этого. Израиль тоже должен был бы перестать, но Израиль в этом смысле более инертный. А она говорит так, а вот Натаньял тоже руку Арафату пожимал. А ей говорят, так ты не путай себя с Натаньялом. Натаньял был премьер-министром, и он был внутри процесса политического, и он был вынужден общаться с этими людьми, потому что премьер-министр иногда пожимает руку не самым приятным людям, поскольку он должен защищать интересы государства. Иногда интересы государства требуют, чтобы ты вел себя не так, как ты хочешь, а так, как требует протокол. И что тогда мог сделать Натаньял? Не пожать руку Арафату, поссориться со всем миром, стоять против и Америки, и Западного мира, и вообще всего остального мира. Но он был премьер-министром. А ты, девушка, представительница какой-то нерелевантной партии, причем номер в списке, который не факт, что еще и пройдет. То есть задняя скамеечница в какой-то малозначимой радикальной экстремистской партии. Ты никто, и звать тебя никак. И когда ты едешь пожимать лапку террористу, то здесь нет никакого политической необходимости. Ты не государственный представитель. Ты едешь, потому что у тебя душа к этому лежит. Другими словами, твоя душа лежит к убийцам евреев, к антисемитам, к тем, кто раздает награды за убийство евреев. И вот это в этом твоя суть. И, конечно же, именно поэтому сегодня те партии, которые представляют вот эти вот одиозные люди, внучка Рабина, Ихуд Барак, это партии, которые находятся на задворках израильской политики. И перед выборами основная левая партия, белоголубые, они всячески от них открещиваются, открещиваются, может, не самое удачное слово, от магиндавидеваются и отторгают от себя. да нет, мы не такие, мы на самом деле правы, только мы немножко левы, кривы, но мы на самом деле правы, вы не думаете. И таким образом в израильском обществе сегодня ледизна, она не то, что не в части, ей как бы неудобно, неприлично, это как прилюдно издавать неприличные звуки на публику. Но такие люди есть, увы, и вот они показывают нам, напоминают нам, кто они и что они. Я в этом смысле думаю, что это очень хорошо, что она поехала сейчас и пожала лапку этому террористу, потому что если кто успел подзабыть за 10 лет правления Натаниалу, когда мы почти что, в общем, не чувствовали этого влияния левого, вот нам напомнили, кто они, что они себе представляют и что они могут натворить. Александр, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Вот лет 15 назад, может больше, Аликтор Либерман, на мой взгляд, выдвинул разумную идею по улюблению конфликта между Израилем и арабами. И в качестве примера он привел Кипр, где турецкие и греческие общины разделились и каждое население турецкое и поселение на свою сторону острова. И теперь уже как 45 лет там мир и согласие и нет войн. А до этого они тоже так же сражались между собой, как у вас продолжается уже 70 с чем-то лет. Вот придерживается ли того же самого Либерман сегодня или же он, Полевев уже поменял свое мнение. И не кажется ли вам, что он все-таки был прав лучше иметь врага перед носом, чем за спиной? Спасибо. Значит, два, вы задали два вопроса, на них два ответа. Начну с последнего. Придерживается ли Либерман тех идей, которыми он жонглировал 10-15 лет назад? Нет. Либерман все время приносит новые идеи и обещает чего-то, а потом, когда забывает, он уже приносит новые идеи. Также точно он меняет свою партию. То есть партия там, в его партии демократия не наблюдается, он просто перед выборами сам ее составляет себе. Ну, там какая-то есть комиссия, которая как бы является резиновой такой печатью, которая все это подтверждает, но он сам набирает себе. Он как пуговицы для костюма. Этих выбросил, этих заменил, этих поставил. Поэтому сегодня он об этих идеях не заикается, потому что я даже не очень понимаю тогда, что ему давали эти идеи, поскольку изначально эта идея на самом деле абсолютно безумная. Я не знаю, было ли это удачно и правильно в отношении греков и турок, потому что, как мы знаем, в итоге турки захватили часть Кипра и до сих пор вся эта проблема не решена окончательно. Но то, что предлагал Виктор Либерман 15 лет назад, это был, если сказать самым мягким образом, бред сивый кобыл. Потому что он говорил так, мы сейчас тех арабов, граждан Израиля, которые компактно живут в Нижней Галилее, мы их землю передадим автономии, а за это там аннексируем какие-то кусочки Гудеи и Самари. Но передав, во-первых, передав эту землю, мы бы превратили, скажем, такой город, как Хайфа, третий город по величине, просто в город, в который стал бы жить как Сдерот. То есть, его бы обстреливали буквально с нулевого расстояния террористы из наплечных ракет по городу, по нефтеперегонному заводу и так далее, потому что там близко. Но главное, это не то. Те самые десятки, может быть, пару сотен тысяч арабов, которые там компактно жили, они же граждане Израиля. Вы что, думаете, что они бы остались на этой земле переданной автономии, в которой никто жить не хочет, потому что там бандиты правят? Они бы сказали, нет-нет-нет-нет-нет, мы граждане Израиля, вы должны нас забрать к себе. То есть, Израиль бы отдал землю свою, но от этих арабов бы не избавился. И только в демагогических построениях Либермана, которые апеллируют к людям, которые не понимают даже самых простых вещей. То есть, его избиратели, это люди, скажем так, с очень простым восприятием. Они воспринимают только первый план. Им говорят, я покончу с лидерами Хамаса 48 часов. И они верят. Потом проходит 48, 72 часа, и еще больше. Ничего не происходит. Но они уже забыли, им уже можно рассказать другое. Я покончу с религиозными евреями, как говорит сейчас Либерман, обещая расправиться с религиозными евреями и превратить Израиль непонятно во что. То есть, может быть, в копию Советского Союза, где религия была отделена от государства, достаточно жестко. Или просто сделать его нееврейским государством, если запретить еврейскую религию. Или просто мы будем выдергивать бороды этим людям и расстреливать их на площадях. Не очень понятно. Но его публика, его избиратели не задумываются над такими вещами. А уж тем более такое сложное построение, как то, что граждане Израиля арабы. Израиль при всем желании не мог бы взять их и просто сказать, мы отдаем их другому государству. Мужчин, женщин, детей, живых, стариков, инвалидов, людей, которые получают пенсии от государства Израиль. Мы бы не могли это сделать. И они бы все остались бы в Израиле при том, что Израиль бы отдал землю. О таких вещах я думаю, что Риберманто сам прекрасно понимал бредовость своих инсинуаций. Но его избиратели, конечно, люди простые, они таких вещей не понимали. Но сейчас он их не вспоминает, потому что сейчас, в общем-то, его электорат строится из очень-очень неабсорбированных, то есть абсолютно не прижившихся в Израиле бывших репатриантов, которые могут жить много лет в стране, но при этом не говорить на еврите совсем. Они вообще не представляют, где они живут. Живут в таких своего рода гетто в крупных израильских городах, закрывшись с русскими магазинами, с телевидением из России, с газетами на русском языке, неграмотными. И людьми, которые больше всего ненавидят на свете евреев, в том числе религиозных евреев. Вот этой публике сегодня вот эти рассуждения про арабов вообще не интересны. Им интересно, когда они уже смогут устроить погром религиозным евреев. И об этом как раз Либерман в общем-то в своей программе сейчас, на своих предвыборных заявлениях строит свои компании. Вот как-то так. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонки. Хорошо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте, Александр. Ну, я примерно... У меня два вопроса. Первый вопрос. Я примерно месяц назад вам задавал, как обстоят дела в Израиле с развитием такого быстрого заряда электро в батарее, как для машин, так и для айфонов. Там ими занимался такой Семен Лицын, изобретатель известный. А второй у меня вопрос. Вот вы уже как-то раньше упоминали о том, что вот мы говорим, что жалко, что Фейглин не смог договориться, Зеут, что не смог Бенгвир договориться. А вот мы знаем, что есть такие примеры, когда вот эти договоры о соединении наоборот вредят. Вот как вот... Вы уже упоминали о союзе Барака с партией Мерец. Вот как вы думаете, вот тот же скандал с Эпштейном, знакомым Бараком, не утянет ли вот этот Мерец, Барак не утянет ли этот Мерец в мусорную корзину и эти голоса? И как вот... Вот это вот утрата общественного доверия не грозит Бараку в связи с такими знакомствами. Или израильские маэстрин и мусорские СМИ стоят на страже его интересов и все тихо и об этом ничего не говорят. Пожалуйста. Да. По поводу быстрой зарядки. Значит, ответ такой. Работа идет, но пока что ничего больше сказать не могут люди, которые этим занимаются. Ну, сами понимаете, технологический процесс и без комментариев. То есть я спросил, мне сказали, идет работа, когда будет, все узнают. То есть пока что ничего такого нет. И по поводу вашего вопроса о Бараке. Ну, во-первых, сам Эпштейн то ли повесился, то ли ему помогли повеситься и свидетельствовать он уже не сможет. И даже если будут найдены доказательства, а пока что все это в общем свидетельские заявления людей, которым трудно поверить. То есть там много чего сказано и трудно разобрать, где правда, где ложь. Но даже если будет известно, что Барак непосредственно участвовал в этих самых оргиях с малолетними, и, например, по Великанскому закону он будет, может быть, может быть привлечен к ответственности, я не знаю, можно ли по-израильским, потому что он не в Израиле, то, скорее всего, те избиратели, которые сегодня готовы голосовать за него, их это не трогает, потому что это самые крайние радикалы слева. И там, на мой взгляд, клиника. Пока Барак будет продолжать мантры о том, что нужно все отдать арабам, Израиль является захватчиком иудеи и Самарии, и занимается партеидом и геноцидом и все остальное, и наш лучший друг Абумазан, с которым нужно договориться о чем-то, пока он будет повторять эти мантры, то даже если выяснится, что он ловил детей и ел их, они все равно постараются либо заглушить эту информацию, либо заткнуть уши и голосовать, потому что он правильную политику осуществляет с их точки зрения. Поэтому грозит ли ему потеря доверия, тут трудно сказать, доверия там уже и так никакого нет, то есть даже без этой истории с Эпштейном Барак давно стал нерелевантным в Израиле политиком с точки зрения серьезной политики. То есть это некое существо, которое маргинальное, которое прыгает где-то сбоку, слева, несет какую-то чушь, вдохновляет таких же сумасшедших клинических, которые там тусуются вокруг него, но серьезные люди к нему приближаться, боятся. И это случилось еще до всей этой истории с Эпштейном, просто потому, что он стал абсолютно неактуален в своих заявлениях, в своих поведениях, в каких-то таких истерических выступлениях, которые не позволяют себе солидные политики. Поэтому говорить о том, что история Эпштейна может как-то ему еще больше навредить, чем он уже сам себе навредил, своей бестолковостью и нелепостью, я думаю, что уже больше не навредил. Давайте примем еще звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вот насчет Либермана. Значит, он вообще очень похож на наших дерьмократов. Такой же аморальный, такой же безнравственный, такой же лгун, и как бы ставящий на повестку дня то, что сегодня может ему помочь захватить, так сказать, власть в Кнессете в той или иной степени. Вот я бы хотела узнать, а кто же за ним стоит? То есть, какие финансовые группы или люди за ним стоят? Потому что определенно, что у него достаточно большие деньги, у него свой блог там на этом свой веб-сайт в сети, у него своя, я не знаю, газета или что-то типа такое. То есть, на него работают СМИ тоже. То есть, кто за ним стоит? Спасибо большое. Я сказал бы так, что в свое время в Израиле была попытка расследования того, откуда Либерман получил деньги для того, чтобы создать свою партию. И это расследование в итоге не привело к каким-то результатам, потому что как-то свидетели там кто-то исчез, кто-то погиб, другие свидетели не хотели давать свидетельские показания. В итоге дело рассыпалось. было ли там на самом деле что-то и полиция просто не нашла или не было? Трудно сказать, потому что мы знаем, например, Натаньяу, что полиция израильская иногда ищет не потому, что она действительно хочет найти и раскрыть преступление, а потому, что она выполняет некий политический заказ. А Либерман тогда был справа и, соответственно, подвергался яростным атакам слева. известно, что Либерман очень близок с Мартином Шлаф. Мартин Шлаф персонаж крайне любопытный. Я советую нашим читателям пойти в сеть и набрать Мартин Шлаф и посмотреть Мартин Шлаф и Либерман. Вы найдете массу интересных материалов, но, скажем так, не в русле мейнстримной прессы. И можно сказать, что мейнстримная пресса замалчивает это, можно сказать, что просто нет серьезных доказательств, а серьезные издания стараются без серьезных доказательств не публиковать какие-то вещи, чтобы не опускаться на уровень заговоров и конспираций. Поэтому то, что нам известно, что Мартин Шлаф человек крайне проблематичный, что свою карьеру это австрийский бизнесмен еврейского происхождения начинал с того, что работал на штазе, на ГДРовское КГБ. И его связи в Москве потом тоже, видимо, достаточно тесные. Этот человек имел деловые контакты с Либерманом. По некоторым источникам Либерман в свое время получил от Шлафа через подставных лиц деньги на создание своей партии. Были ли это деньги Шлафа или это были деньги кураторов Шлафа? Это темная зона. И делать такие заявления это значит выдвигать очень серьезные обвинения, которые без доказательств выдвигать нельзя. Поэтому откуда деньги у Либермана это большая темная сфера. На эту тему есть много спекуляций. Часть из этих спекуляций крайне неприятная. В том смысле, что если даже на 10-10% или на 5% они верны, то нам очень грустно думать о том, что такой политик израильский, масштабный, связан с деньгами российских спецслужб. Но опять же, это только конспирации, это только заявления, не подтвержденные реальными фактами. И поэтому нам остается лишь разводить руками и говорить, окей, смотрите в интернете, читайте, марш тучнаф, Либерман, делайте свои ладоса. И еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Александр, добрый день, Сергей. Вы знаете, Сергей затронул эту тему, внучка Рабина с Карабасом-Барабасом. Вы знаете, это просто интересная история, как получается. Ее дед вытащил, вы помните, Афата из помойки, из Туниса, когда уже с теми забыты никто не... И смотрите, что после этого получилось. Террор, разделение государства и так далее. Неужели она пыталась сделать то же самое, потому что, конечно, она не на таком уровне, но вообще фотографироваться с ним. Но вы знаете, помните, я вам задавал несколько вопросов, у вас была делегация конгрессменов с нашей страны, 41 человек, демократы, республиканты. Я сейчас слушал передачу по НПР. Они так и встречались с этим, с Карабасом-Барабасом, и так далее, и так далее, потому что обсуждалась тема этих двух, я даже не знаю, этих женщин, которые хотели поехать в Израиль. По мне, это чисто, стопроцентная провокация, запланированная, задуманная, потому что мы понимаем, еще так живя здесь. Если, не дай Бог, просто я говорю так, не дай Бог, если Нитаньяху проиграет, вы себе не признаете, что здесь будет твориться, левизна будет твориться, потому что это будет проигрыш для нашего президента. И это совсем нежелательно перед выборами. А теперь совсем, давайте начнем другую тему. Пару дней тому, я пришел очень интересное, у вас там, не то, мечалось, мечалось 49 лет тому назад, в 70-м году, когда была война на истощение, так называемая, израильтяне узнали, что за Египет воюют советские летчики. И вот в одном из боев, это было 16 израильских самолетов и 21 миг, встретились в бою, советские летчики, израильские. Израильтяне сбили 5 советских самолетов, погибло 3 летчика, и несколько человек было ранено. И на этом как-то закончилась эпопея вмешательства советской, советской, авиации в дела Израиля. Вы что-то знаете, что-то говорилось, потому что следующий год будет 50 лет, но это очень знаменательно, что такое израильский летчик. Спасибо большое. Окей. В Израиле это достаточно известная операция, операция ремонии, граната. Гранат в смысле не граната, которую кидают, а гранат в смысле тот, который растет на дереве. И действительно ситуация была такая, шла война на истощение. Израиль использовал западные самолеты, у него было превосходство в воздухе, и в ответ на провокации Египта на Советском канале израильтяне бомбили в глубине в тылу египтян. Египтяне выли и хныкали, и в какой-то момент Советский Союз прислал туда свой ограниченный, как они любят говорить, контингент. Это были не только военные летчики, это были и наземные службы, то есть там стояли российские, советские войска. Но все это тщательно скрывалось, и Израиль, в общем, с одной стороны, конечно, Израиль тогда был не в силах противостоять советская. С другой стороны, он хотел вскрыть эту ситуацию и заставить мир узнать, то есть раскрыть эту тайну Палишинеля, чтобы все в мире увидели и узнали, что речь идет именно о советских войсках, а не египетских, и заставить таким образом Советский Союз оттуда уйти. И в общем, у Израиля к тому времени было военное подразделение военной разведки, которое было сформировано из людей, знающих русский язык. Молодые ребята, которых тренировали, они прослушивали, они, в общем-то, слышали практически все разговоры всего этого советского контингента, вплоть до того, как им то скриво там живется в Порт-Саиде, как они хотят домой на Новый год, как их раздражают все вот эти самые египетские их коллеги, вот и все гадости, которые они говорили высокомерные о египетских своих коллегах военных. Все это слышали, все знали. И была разработана операция. Суть операции сводилась к тому, что израильтяне летели на египетскую территорию с целью спровоцировать ответ советских самолетов, потому что сначала израильтяне летяли безнаказанно, бомбили египтян в ответ на провокации египетские, потом советские стали защищать, а советские самолетчики все-таки были более профессиональны, и израильтянам было сложнее с ними справляться, но в этот раз знали, что советские вмешаются и подготовили им засаду. И действительно произошел бой, бой продолжался буквально три минуты, то есть бои воздушные, они же очень скоростные, скорости огромные, там столкнулись израильские самолеты и советские самолеты, и надо в общем сказать, что дело как бы было и в превосходстве техники западной и в огромном опыте израильских летчиков, то есть эти израильские боевые летчики, это были летчики, которые уже много лет к этому времени вели реальные боевые действия, у них был колоссальный военный опыт. Советские летчики, в общем, это были возможно неплохие профессионалы, но у них не было этого опыта летного, и они по сути дела впервые столкнулись тогда с реальным военной разборкой. Они были разгромлены со счетом 5-0. Действительно, израильтяне подбили 5 советских самолетов и сами не понесли никаких потерь. И это была пощечина колоссальная. Советские генералы устроили разборку египтянам. Египтяне страшно радовались, что советских так побили. То есть, на самом деле, это глупо, но они так чувствовали это презрение со стороны советских офицеров, египетских офицеров. Когда советских высекли израильтяне, то египтяне откровенно почти ржали и смеялись над ними. Но главное, во всем мире стало известно, скрывать это было больше невозможно. Советские войска были выведены из Египта практически сразу, а Египет был вынужден подписать соглашение о прекращении этой самой войны за истощение. Таким образом, вот этот самый бой, который случился, как вы заметили правильно, 49 лет назад, он, в общем, закончил войну. Ну что же, Александр, остальные темы очевидно мы оставим на завтра, о том, как Европа помогает ООП, о том, как Иран создает террористическую сеть в Африке, поскольку времени больше не осталось. Спасибо большое и до встречи в следующий раз. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин